Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Мы после выходных снова заступаем на пять полноценных торговых будней, разбираем ключевые фундаментальные события, не только и стараемся весь этот новостной фон адаптировать под наши торговые идеи, большая часть из которых носит долгосрочные ориентиры. Сегодня у нас не только встреча в формате брифинга, сегодня еще и вебинар «Правильный понедельник», он состоится в 18.00 по московскому времени, друзья. Не забывайте, что у вас есть возможность на вебинаре вместе со мной обсудить то, что интересует по рынку вас, то есть, в принципе, я готов к вопросам, будем разбирать, будем обсуждать и закрывать какие-то фундаментальные пробелы. Поэтому пользуйтесь возможностью, 18.00 всех вас, друзья, приглашаю, с большим удовольствием мы, соответственно, нас ждут. Ну что ж, давайте поговорим о том, что интересного сейчас на финансовых рынках, как мы закрыли неделю минувшую и что у нас значимого впереди. Сразу хочу сказать то, что экономический календарь на ближайшие пять дней не балует нас статистикой, но это не значит то, что рынки будут вялые. Сейчас на рынках остаются в качестве основных катализаторов последствия пандемии, и мы продолжаем разбирать эту тему. Мы следим и анализируем, как мировая экономика противостоит вызовам нового финансово-экономического кризиса. И вот с некоторых пор довольно актуальной темой является также очень непростые отношения между США и Китаем. Я бы даже сегодня начал с того, что в конце прошлой недели мы явно увидели вот очевидный факт конфронтации и усиление взаимного усиления риторики неправильной и нездоровой, скажем так. Повторюсь, что Трамп заявил, Китай ждут жесткие ответные меры, если они примут законы о нацбезопасности Гонконга, там о мятеже и сепаратизме. То есть это законы, которые, по мнению штатов, подрывают независимость и автономию финансового центра. Гонконга. И они абсолютно не могут существовать с таким статусом данного, собственно, территориального субъекта. Поэтому, друзья, если эти инициативы со стороны Китая все-таки обретут форму закона, экономические санкции, они последуют тут же. Масло в огонь подливает еще Майкл Помпео, который обвиняет Китай в массовом убийстве жителей земли из-за того, что Китай скрыл сам факт активного распространения пандемии коронавируса, не принял должные меры, да и вообще является источником происхождения этого вируса. Мы до этого говорили, что очень непростыми также являются и торговые отношения. То есть я допускал, что спустя какое-то время мы хотим того или нет, но вернемся к очередному факту эскалации торговой напряженности, к взаимным новым таможенным, пошлиным и барьерам. И это еще больше омрачит перспективы экономического восстановления мировой экономики, когда она отходит от последствий пандемии. Не будем далеко отходить от Китая. Как вы знаете, Китай в пятницу впервые за последние чуть ли не 30 лет решил не отмечать, не ставить прогнозы по экономическому росту и тем самым нарушив традицию, которая соблюдалась вот последние десятилетия. О чем это говорит? На мой взгляд, это говорит о многом. То есть кто-то мог проигнорировать этот факт, но я думаю, что игнорировать его не нужно. На мой взгляд, отсутствие прогноза явное доказательство того, что экономическая конъюнтура столкнулась еще большим негативом, чем есть на самом деле и чем нам пытаются показать через отдельные макроэкономические отчеты по экономике Поднебесной. Это значит то, что сейчас слишком велика степень определенности, поэтому в текущих условиях невозможно ставить прогнозы. Кроме того, отсутствие прогноза по экономическому росту, на мой взгляд, означает явное нежелание сейчас руководство Банка Китая в содружестве, наверное, с правительством задействовать новые масштабные меры экономического стимулирования, потому что, скорее всего, при текущих условиях восстановления экономики они будут бесполезны и вообще трудно понять, как экономике сейчас можно помочь. Если в ВВП Китая у нас нет ориентира, на который мы можем поглядывать, если у нас нет четкого представления о том, как китайская экономика будет выбираться из последствий пандемии, я думаю, что мы можем обозначить эту ситуацию как риск для мировой экономики, потому что если мы не знаем, как будет действовать Китай, мы, соответственно, фактически не имеем понятия, как будет работать двигатель мировой экономики, потому что Китай всегда находился на передовой экономического роста. Поэтому, друзья, новостной фон прошлой недели, на мой взгляд, крайне негативный, в частности, это такая надофундаментальная надстройка, которая будет сдерживать спрос на рисковые инструменты и будет оказывать давление на, собственно, те активы, которые мы ранее продавали. Это евро, фунт, канадец и фондовые рынки. Вот в конце прошлой недели американские фондовые рынки начали корректироваться. Я не хочу спугнуть эту динамику. Чуть-чуть отросли, опять же, под закрытие. Хочется, чтобы S&P, за которым, я знаю, многие из вас следят, друзья, сейчас оказался, на мой взгляд, на более фундаментально оправданных значениях. Это точно ниже 2700 пунктов. Что касается нефти, о ней мы традиционно очень много говорим, но сейчас я все-таки сохраню некоторую выдержку в плане комментариев по нефтянке. Как вы знаете, с некоторых пор я вне рынка, я жду хороших уровней для покупки и ожидаю, что по бренду эти уровни появятся не раньше 30 долларов за баррель. Поэтому до этих пор буду постольку-поскольку касаться нефтянки. Через комментарии, друзья, мы можем обсудить детальную ситуацию, поэтому, если она вас интересует, задавайте мне вопросы, что по нефти, там, чтобы я знал, что вам эта тема интересна. Дальше идем. Индекс американского доллара 99.84. Мы ждем американскую валюту выше сотки, потому что все то, что я сказал сейчас в отношении между Гонконгом, Китаем и США, считаю, что это, опять же, фон, располагающий повышенному спросу на защиту. Поэтому в отношении индекса американского доллара у меня позиция следующая. Покупаем защиту, пока рынок нам это позволяет сделать. И ждем выше точно уровня 100. Золото 1726, как я уже отметил, с отметки 1720 я в покупках. Если будет коррекция, собственно, считайте, что те, кто не открывал длинные позиции раньше, у вас есть такая возможность зайти по более выгодным уровням. Если мы увидим 1700 долларов, ну это просто замечательная точка для входа в долгосрочную позицию, потому что все вот эти неопределенности экономические вокруг США и Китая, они точно создадут неоднократный еще буст для роста золотого актива. Евро против доллара 1.0889. Мы снижаемся, сейчас идем к нижней границе довольно узкого коридора проторговки, там в пару фигур, и полагаю, что отметку 1.08 мы увидим. К тому же Европейский Центральный Банк на прошлой неделе отметил, что на заседании, следующем, которое состоится в начале июня, скорее всего, увеличит программу количественного смягчения. Я в этом также не сомневаюсь. Сегодня мы в этом еще раз можем убедиться, потому что выйдет несколько отчетов по ВВП Германии, по бизнес-оптимизму ИФО, которые 100% снова разочаруют. Фунт против доллара – это даже более интересная сделка по продаже, потому что фунт, на мой взгляд, это 100% фундаментальный аутсайдер. Сколько релизов у нас было на прошлой неделе, данные по рынку труда, данные по инфляции и по роничным продажам, все они разочаровали. Особенно я делаю акцент на провальный релиз по роничным продажам. Я таких цифр вообще никогда не видел. В годовом выражении минус 22,6% спад чудовищный, который явно указывает на то, что второй квартал для английской экономики будет таким же чудовищно плохим, как и для еврозоны в целом. Но почему по фунту этот фон интереснее? Потому что по фунту мы настраиваемся не только на увеличение программы количественного смягчения уже также на июньском заседании, но и на возможное снижение процентной ставки с уходом, с уводом ее, собственно, на отрицательную территорию. Это супермеры стимулирования, которые должны спровоцировать распродажи фунта. И я полагаю, друзья, что на отметке 1,20 мы не остановимся. Австралиец против доллара 0,6536. Здесь короткая позиция. Держим доллар канадец 1,3987. Единственная причина, по которой мы еще не торгуемся на отметке 1,42, это довольно высокие цены на нефть. Но, как я уже отметил, ожидаемая коррекция на рынке черного золота все-таки сделает свое дело и притопит позиции канадца. Сегодня в 20.30 еще выступление Полоза. Могу точно сказать, что сегодня мы получим еще один намек от банка, собственно, Канады, готовности к дополнительному стимулированию и увеличению программы количественного смягчения. Но, опять же, без снижения цен на нефть, я думаю, что этих комментариев будет недостаточно, чтобы спровоцировать распродажи канадца. Текущее значение и значение ниже 1,40 – это прекрасная возможность купить на долгосрок, используйте ее, друзья. На этом все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.